Комфортно ли в торговом центре северный привоз горожанам? Чтобы ответить на этот вопрос, общественники проверяют, как организована доступная среда. На входе – кнопка вызова сотрудников. Но нет пандуса для колясок и жёлтой разметки для лиц с нарушениями зрения. Есть и другие недочёты, которые затрудняют посещение торгового центра лицам с ограниченными возможностями здоровья. «Представитель общественной организации подсказал, что нам надо сделать, что нужно улучшить, сделать определённые вывески, указатели, обозначить маршруты, траектории для прохода людей. Детально прошлись по всему зданию, всё посмотрели, взяли себе на заметку. Естественно, мы это всё сделаем». Из торгового центра отправились в мегастрой. На входе встречает пандус, а сотрудники готовы оказать всю необходимую помощь покупателям. Чтобы улучшить сервис, предпринимателю предложили заменить на антивандальную кнопку вызова продавца и установить указатели в торговом центре. «Кнопку сказали, можно будет обновить на антивандальную, потом номер телефона там желательно, чтобы этот тоже был. И потом по магазину были таблички с указателями, где какой товар, какой сегмент товара лежит». А вот другой хозяйственный магазин «Галамар» требует существенной доработки, чтобы адаптировать его для покупателей-инвалидов. Расшатанная на входе плитка может дезориентировать человека с нарушениями зрения. Пандус для колясок отсутствует. «Почему у нас люди не могут попасть в такие магазины? Потому что он знает, что он здесь не поднимется, что нет звонка, что кто-то его помог. Что вот такое вот, что он здесь не пройдет. Вот это вот он убирает. Вот это может быть оно и там, но вот это убирает. Почему оно будет ему мешать? Он должен развернуться и попасть сюда к вам в магазин. Надо делать доступную среду, чтобы каждый человек мог попасть сюда в магазин». Так или иначе, проверяющие отмечают, губкинские предприниматели чаще всего принимают во внимание озвученные пожелания. И с каждым визитом их объекты становятся всё доступнее.